Всем привет, друзья! Сегодняшним вечером, таким теплым, здесь, наверное, где-то тридцатка сейчас, хочу поделиться с вами эмоциями о полученных знаниях в сфере отрасли физической культуры и спорта на территории Соединенных Штатов. Именно фитнес-индустрии и прочее. Прежде всего, я хотел бы вам сказать о том, что здесь это работает не так, как это работает на постсоветском пространстве. Тут зарабатывают большие деньги те клубы, которые продают мембершипс. абонементы на 3-6 месяцев, на год. Ты привязываешь свою карточку, платишь, ходишь, не ходишь, это твои личные половые трудности. С детским спортом все точно так же, один в один. Никакой разницы. Тот документ, который между вами и школой, допустим, к примеру, мы привыкли к тому, что это называется дневником. Вот такой дневник тоже выдают здесь, и он, наверное, процентов на 30 состоит из рекламы. Сегодня я прочитал в нем о том, что со школой сотрудничает какая-то организация, которая преподает тэквондо, карате, и, внимание, стоимость данных услуг 88 долларов в неделю. Да, именно 88 долларов в неделю. Цены, ну, вот такие, собственно говоря. Надо понимать о том, что люди здесь, конечно, зарабатывают. Люди здесь зарабатывают 5, 10, кто-то 15 тысяч долларов в месяц. Это как бы нормально. Дальнобойщики зарабатывают 30 тысяч в месяц и больше. Ну, они, естественно, живут в машине. Люди тяжело работают. С этим я тоже согласен. Ну, и расстаются с деньгами. Они очень легко, могу сказать точно. Они готовы платить за услуги, которые им предоставляются. В том числе и в сфере физической культуры, спорта, фитнеса, единоборств и прочих вещей. Сегодня я был в клубе, пытался регулировать расписание на групповые занятия для детей. Ну, так мы, пока и не пришли к пониманию, потому как в моем видении тренировка по боксу проходит не так, как они проходят здесь. Тут они проходят под громкую музыку, так что ты не слышишь ничего абсолютно. С микрофоном стоит тренер и говорит, бей сильнее, бей больше. Потом, конечно, упражнения ОФП и прочие вещи. В том клубе, в котором я был, все это делается в кромешной темноте. Причем я был очень удивлен. То есть, они не видят друг друга совсем от слова. Никак. Вот это было очень интересное такое познание сегодня. Урегулировать расписание, как я упомянул ранее, мне не удалось. я примерно представляю, как это может выглядеть. Попросил я, чтобы они снизили цену. У них ценник получается на групповые занятия примерно 200 долларов в месяц. Средняя такая, более-менее стандартная цена на групповые тренировки здесь от 150 и потолка нет. Долларов в месяц за одного ребенка. сейчас они думают, будут ли они снижать цену на вот эти вот групповые занятия для детей. По индивидуальным тренировкам тренер работает ориентировочно 50 на 50 с клубом. Если он приводит своего клиента и тренирует его в клубе, он платит 40% клубу, 60% забирает себе. и если клуб находит ему клиента на индивидуальную тренировку, клуб забирает 60% и тренер соответственно 40%. По классам, вот эти, которые под музыку и громко, я могу сказать, что это точно не мое. Не мое. Если бы я это любил, я бы, наверное, работал где-нибудь на радиостанции, может быть, даже на русской радиостанции, но это не мое. Я не представляю себя кричащим микрофоном, бей быстрее, бей сильнее. Ребята стоят, они не делают технически правильные упражнения, они прививают себе неправильные навыки, никто их не корректирует, но это не спорт, это, наверное, это фитнес, да, если так можно так назвать, это фитнес. Поэтому я чуть-чуть шокирован тем, что происходит в мире фитнеса и единоборств, в частности, бокса, потому что так как это здесь преподают, я такого ни разу не видел. и я этого не понимаю. Бери больше, кидай дальше. Мы это видели, да, кроссфит, но и там есть какие-то вещи интересные, скажем так, там вас будут учить технически правильно выполнять те или иные задания. Здесь нет. Тут вы просто делаете то, что вы делаете, никто вас не поправляет, никто вас не учит, вам показывают какие-то упражнения, как вы их делаете, это сугубо ваше личное. Будем дальше развиваться, будем дальше смотреть, узнавать много нового, конечно же, делиться с вами, но это очень интересно, очень интересно, как одноименно, собственно, ничего не понятно, но очень интересно. Ждите продолжения. Субтитры создавал DimaTorzok